В День знаний Героя Советского Союза и России провели урок мужества для воспитанников Нижегородского кадетского корпуса имени генерала Маргелова. В праздничном мероприятии принял участие и полномочный представитель президента России в Привловском федеральном округе Михаил Бабич. Герои Советского Союза и России. Их подвиги легли в основу художественных произведений и фильмов, став примером для нескольких поколений. Алексей Романов – живая легенда. В составе полка он принимал участие в военных действиях сначала в Афганистане, а затем в Чеченской республике. В июне 1995 года батальон майора Романова десантировался в тыл чеченских боевиков и заблокировал все пути отхода банформирований, взяв в плен большую часть противников. За боевое мастерство, мужество и нахочивость при проведении этой операции Алексею Романову присвоили звание Героя Российской Федерации. Ветеран воздушно-десантных войск уверен, сделать из мальчика настоящего мужчину можно только в стенах военно-учебного учреждения. Я считаю, что кадетские корпуса, они нужны, потому что они дают возможность человеку получить хорошее знание и определиться в будущей профессии. Главное, чтобы после окончания кадетского корпуса вышел замечательный гражданин нашей страны. Здесь же не готовят к войне, не готовят военного человека. Здесь дают навыки определенные, которые могут пригодиться в жизни. И от того, что здесь замечательная материально-техническая база, замечательный педагогический состав, я думаю, что благодаря этому выйдут достойные граждане нашей страны, способные любить нашу страну и в нужное время встать на ее защиту. Нижегородский кадетский корпус открыли несколько месяцев назад. Он стал пятым в России за последние пять лет. На подходе шестой в столице Чувашии. Таким образом, около трех тысяч будущих защитников Отечества получат возможность изучать азы военного дела в высококлассных специализированных учреждениях. Упор мы делаем на воспитание, на образование ребят, на их подготовку к защите Отечества в любом качестве, который они для себя выберут. Конкурс растет, находит сейчас до восьми человек на место в кадетском корпусе. Образование очень востребовано. И мы, конечно, и дальше будем продолжать и создавать материально-техническую базу. Михаил Бабич представил кадетам каждого из почетных гостей, рассказав об их героизме, решимости и мужестве. Ветераны вспоминали ситуации, которые во многом повлияли на ход исторических событий. А кадеты получили возможность увидеть более полную объективную картину тех самых событий. Кроме того, почетные гости оценили инфраструктуру кадетского корпуса. Автодром, стадион, воздушно-десантный городок, общевойсковую и штурмовую полосу препятствий. В ходе торжественной линейки Михаил Бабич вручил 84 новобранцам их первые погоны.